Всем здравствуйте! Сегодня мы продолжим 14 урок, третью часть, но для начала я хочу вам рассказать и показать. Под каждым видео есть кнопка спонсировать. Нажимая на эту кнопочку, вы можете выбрать для себя любой удобный вариант. У меня здесь написано в египетских фондах, потому что я живу в Египте, у вас будет написано в валюте той страны, в которой вы находитесь. Доллар, 3 доллара, 10 долларов. Нажимаете спонсировать. Какие будут плюшки? Все презентации сейчас к урокам будут доступны только для спонсоров. Также уже я выложила видео, мы тренируем падежи, тренируемся, учим падежи и буду постепенно выкладывать разные видео с практическими заданиями, с тренировочными, какими-то предложениями. Также курс А2 после того, как мы закончим курс А1, который будет на канале в свободном доступе. Напомню, мой канал называется Лилия Янушкевич. Дело в том, что сейчас появились каналы, которые полностью дублируют мой контент, к сожалению, без моего на то согласия, без моего ведома. Поэтому я вас прошу, давайте уважать друг друга, будем этичными. И курс А2 после А1 будет доступен только для спонсоров. Что еще? Не забудьте, конечно же, подписаться на мой канал, нажимайте подписаться. Также ставьте лайки, нажимайте вот на такой класс, большой палец вверх. А мы с вами начнем четырнадцатый урок, вернее, мы его продолжим. И продолжать мы его будем, читая и переводя диалог. Ну, наконец-то ты есть. Переводится, но есть в значении, ну, наконец-то ты явилась, явился, наконец-то ты есть. Знаешь, который час? Пропрошу, чекала на тебе на гуже. Извини, я ждала тебя наверху. Ты ждала меня наверху? Почему? И где Каролина? Ты говорила, что ее пригласила. Мужишь еще учить. Где Хавьер? Чекаем на него? Она должна учиться, ей нужно учиться. А где Хавьер? Мы ждем его? Не вем. Может, чека на нас в пабе. Тома и Увэго тоже не ма. Чекаем на них пять минут и идем. Я не знаю. Может, он ждет нас в пабе. Тома и Увэ тоже нет. Ждем их пять минут и идем. Халло, или могу на вас чекать? Алло, сколько я могу вас ждать? А где естешь? А где ты? На зевнонш, а вы? Я снаружи, а вы? А мы в широтку. Чекай, южи джемы? А мы в середине, внутри. Жди, сейчас идем. Здесь обратите внимание, что чекамы на, чекать на вас. То есть в польском языке мы ждем всегда с предлогом на, на что-то, на кого-то. Обратите внимание, в этом диалоге, в этом тексте у нас выделены личные местоимения. И все они стоят в винительном падеже. То есть сейчас мы с вами рассмотрим новую тему. Местоимения в Бернику. Заимки в Бернику. Личные местоимения в винительном падеже. Здесь у нас местоимения в именительном падеже. Просто я, ты, он, она, она, мы, вы, они. И в Бернику, в винительном падеже. И обратите внимание, что у нас здесь несколько вариантов. У нас здесь есть короткая форма местоимений, длинная форма местоимений. По-другому она называется предложная форма. Не потому что предложный падеж, а потому что после предлога. И местоимение он имеет аж три формы. Го, не, го, его. Для начала прочтем. Я, мне, ты, че, че, бе, он, го, не, го, е, го, она, ём, нём, оно, е, не, мы, нас, вы, вас, они, их, них, онэ, е, не. Обратите внимание, они, но здесь разные формы. Они лично мужская форма, когда есть хотя бы один мужчина в компании. И онэ без мужчин. И видите, местоимения у них разные. Онэ совпадают с оно. Тогда мы используем короткую форму местоимений. Сразу после глаголов. Например, любят только его. Здесь не очень такой вариант. Мы немножко дальше будет. Я написала несколько вариантов. В общем, сразу после глаголов мы используем короткую форму предлогов. После местоимений, после предлога мы используем длинную форму местоимений. Также, когда мы начинаем предложение, мы также используем длинную форму местоимений. И вот обратите внимание на предлог он. Когда мы начинаем предложение, мы используем вот эту третью форму его. Давайте сделаем упражнение, а потом более подробно с примерами, с правилами разберемся с местоимениями. Чвеченье Чи и Чвеченье Чтеры. Здесь нам нужно из скобочек достать местоимения и поставить их в вернительный падеж. Кохам Че. Я люблю тебя. Кохам Че. Короткую форму местоимения используем, потому что это местоимение сразу после глагола. У нас нет предлога. Любе Го. Я люблю его. Он Го. Короткая форма местоимения, потому что без предлогов сразу после глагола. Любе Го. Запрощила Ём. Я пригласила её. Та же ситуация. Сразу после глагола короткая форма местоимения. Чекам На них 15 минут. Я жду их 15 минут. На них. Видим, у нас появился предлог На, значит, выбираем длинную форму местоимения. Предложная форма местоимения после предлога. Видзе их там за помники. Я вижу их там за памятником. Видзе их. Короткая форма, потому что нету предлогов сразу после глагола. Любишь нас. Ты любишь нас. Мамы Че. У нас есть ты. То есть мы имеем тебя после глагола сразу предлог. Предлог. Сразу местоимения без предлога. Что-то я сегодня заговариваюсь. Прошу прощения. Меня кто-то спрашивал, почему же заговариваюсь. Бардо Пшепрашам. Дело в том, что я целый день говорю, а эти видео, видеоуроки записываю в перерывах между обычными живыми уроками. Бардо Пшепрашам. Давайте еще раз. Мамы Че. Здесь у нас сразу местоимения после глагола без предлога. Кохамы Е. Видим в скобках ОНО, например, ДЕЦКО, РЕБЁНОК. Мы любим его. Ребенка имеется в виду. У нас просто идет глагол и просто местоимение, поэтому выбираем короткую форму. Кохамы Е. Мы любим их. Видим ОНО форма, не лично мужская, которая совпадает с формой ОНО. Они, когда нет мужчин. Дети, женщины, животные, все что угодно, когда нет ни одного мужчины. Поэтому говорим Кохамы Е и выбираем короткую форму, потому что у нас нет предлога, просто глагол и местоимение. Бардо Вас Пшепрашам. Очень у вас прошу прощения. Бардо Вас Пшепрашам. Также предлог, местоимение без предлога может стоять у нас перед глаголом, но когда нет предлогов, мы выбираем короткую форму. В случае Вы – Вас, Мы – Нас, здесь только одна форма. Пытавыч мне. Ты спрашивал меня. Почему здесь мне? Потому что здесь всего один вариант. Ты спрашивал меня. И сделаем упражнение четвёртое. Здесь у нас, смотрите, мам кщеншке. И надо сказать, у меня есть книга. И мы говорим, у меня есть она. Книга – она. Поэтому я имею её. Я имею книгу. Имею что? Имею её. Книга. Женский род. Смотрим. Ём. Мам. Ём. Любе Анджела и маме. То ОНЕ – две девчонки, нет мужчин, поэтому Е. Любе Е. Я люблю их. Терас читам те газеты. Те газеты, теж ОНЕ. Я читаю эти газеты, читаю их. Читам Е. Форма ОНЕ без мужчин. ПИЕ ПИВО. ПИВО – то ОНО. Поэтому мы скажем, я пью его. ПИЕ Е. ПОВТАЖАМЫ – то ПЫТАНИЕ. Мы повторяем этот вопрос. ПЫТАНИЕ – то ОНО. И поэтому мы скажем, ПОВТАЖАМ Е. ПОВТАРЯЮ его. Ну, ПОВТАЖАМЫ, чили ПОВТАЖАМ. Я повторяю, и мы повторяем его. Вопрос. Среднего рода. Человеком на Пётра. Здесь у нас уже есть притвог. Поэтому ПЁТАР – то ОН. И мы выберем НЕГО. ЧЕКОМ НА НЕГО. Я ЖДУ ЕГО. ОНИ БАРДЗО ЛЮБИМ ВШИСТКИХ СТУДЕНТОВ. ОНИ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ВСЕХ СТУДЕНТОВ. ВШИСТКИХ СТУДЕНТОВ. Их любят. И это форма ОНИ, потому что среди студентов, ну, наверняка, есть мужчины, парни. ОНИ БАРДЗО ИХ ЛЮБЯМ. Их любят. ОНИ ОЧЕНЬ ИХ любят. Выбираем короткую форму местоимения, потому что у нас нету предлогов. Глагол и местоимения. КОХАМ МОЕ ДЕТСКО. Я люблю моего ребёнка. МОЕ ДЕТСКО. То ОНО ВЕНС Е. КОХАМ Е. Я люблю его. ОВТУЖЕНИЕ. Последняя часть книжки. НАЛЕВО. НАПРАВУ. НЕРУВНОЩЕ НАПРАВУ. ТО ЕСТЬ ПОМНИК. Вот он у нас написал. НУМЕР ЧТЕРЫ. ТО ЕСТЬ ВЕЖА. НА ДОЛЕ НЕРУВНОЩЕ НАГУЖЕ. ВНИЗУ НЕРАВНО НАВЕРХУ. ПО ПРАВЫЙ НЕРУВНОЩЕ ПО ЛЕВЫЙ. ПО ПРАВЫЙ НЕРАВНО ПО ЛЕВЫЙ СТОРОНЕ, НАПРИМЕР. МЕЙСЦЕ, ГДЪЕ КУПУЮЕМЫ БИЛЕТЫ. МЕСТЕ, ГДЪЕ МЫ ПОКУПАЕМ БИЛЕТЫ. КИОСК. В КИОСКЕ МОЖЕН КУПИТЬ. ЯК? ДОЩЬ ДО ЦЕНТРУ. КАК ДОЙТІ ДО ЦЕНТРУ. МЕЛОДЪЯ ГРАНА НА ТРОМБЦЕ В КРАКОВЕ. МЕЛОДЪЯ, КОТОРА ИГРАЕТСЯ НА ТРУБЕ В КРАКОВЕ. ПОМНИМ КОСТЁЛ МАРИАДСКИЙ. И у нас получилось слово ПШЕ ВОДНИК, ПУТЕВОДИТЕЛЬ, ГИД. ИТАК, ПОД СУМУВАНИ, ЧТО ЖЕ МЫ С ВАМИ, КАКИЕ НОВЫЕ СЛОВА, НАПРАВЛЕНИЯ УЗНАЛИ В ЧЕТЫРНСТАМ УРОКЕ. НА ГУЖЕ, НАВЕРХУ, НА ДОЛЕ, ВНИЗУ, В ЛЕВЫМ ГУРНЫМ РОГУ, В ПРАВЫМ ГУРНЫМ РОГУ, В ЛЕВЫМ ВЕРХНЕМ УГЛУ, В ПРАВЫМ ВЕРХНЕМ УГЛУ, В ЛЕВЫМ ДОЛЬНЫМ РОГУ, В ПРАВЫМ ДОЛЬНЫМ РОГУ, В ЛЕВЫМ НИЖНЕМ УГЛУ, В ПРАВЫМ НИЖНЕМ УГЛУ, ПО ЛЕВЫЙ СТРОНЕ, ПО ПРАВЫЙ СТРОНЕ, С ЛЕВОЙ СТРОНЕ, ПО ПРАВЫЙ СТРОНЕ, НА ЧРОДКУ, В СЕРЕДИНЕ, На вэвнодж, на зэвнодж. Внутри, снаружи. Также полезные слова. До тыу, назад. С тыу, сзади. До пшоду, с пшоду. Впереди, вперед, впереди. Просто, прямо. На впрост, напрямую, по прямой. На пшачивку, напротив. И переходим к местоимениям. Вот они, наши местоимения, которые мы сегодня разбирали в винительном падеже, в Бернику. И мы увидели, что есть короткая форма местоимений, есть длинная форма местоимений. Еще она называется предложная форма местоимений, потому что идет после предлога. И местоимение он имеет аж три формы. Давайте более подробно с примерами. Любе го. Я люблю его. Просто глагол, просто местоимение. Выбираем короткую форму. Пока рассматриваем вот эту строчку, вторую короткую форму. Просто глагол, просто местоимение. Без предлога, выбираем короткую форму. Можешь е зауфать. Можешь им верить. Им, имеется в виду, без мужчин кому-то. А также можно сказать, можешь е зауфать. Можешь ему доверять. В форме ону, например, детску. Можешь ребенку доверять. Мы можем сказать вот так. Когда же у нас используется длинная форма местоимения? Например, когда польское предложение в польском языке начинается с местоимения. Тогда мы выбираем длинную форму местоимений. То есть, когда мы начинаем предложение, и первым словом стоит личное местоимение, тогда мы начинаем с длинной формы. Также, когда перед местоимением могут стоять усиливающие слова. Только, особенно, исключительно, тогда мы также используем длинную форму. Когда есть конструкция ани-ани. Не мне, не тебе, например. Тоже используем длинную форму. Когда предложение состоит только с одного местоимения. Например, отвечаем. Кого кохаш? Его. Кого ты любишь? Его. И во всех случаях, когда мы эмоционально выделяем, когда мы делаем акцент на местоимении. Кохам Чебе. Я люблю тебя. Можно просто сказать Кохам Че. Я люблю тебя. А если мы прям делаем акцент, что вот только тебя, вот тебя родненького люблю, мы скажем Кохам Чебе. Эмоционально выделяем. Итак, прочтем примеры. Мне можешь зауфать. Видим, местоимение у нас стоит первым словом в предложении. Начинает предложение. Поэтому выбираем длинную форму. В случае Я-Мне, здесь только одна форма, но, например, Тебе можешь доверять. Мы скажем Чебе. Выберем длинную форму. Чебе только видзе на тем становиску. Тебя только вижу я в этой должности. Опять же, начинает предложение у нас всегда длинная форма местоимения. Видим, у нас есть усиливающее слово. Эмоционально мы выделяем. Только тебя одного я люблю. Кохам Чебе, а не Его. Здесь мы выделяем эмоционально. Видим, что здесь просто глагол местоимения. Но мы эмоционально хотим подчеркнуть, что я люблю тебя, а не его. Кохам Чебе, а не Его. И тогда мы ставим длинную форму. Не кохам Ани Чебе, а не Его. У нас конструкция Ани-Ани. Значит, берем и используем длинную форму местоимения. Я не люблю ни тебя, ни Его. Кого кохаш? Кого любишь? Его. Мы видим, что здесь у нас одно слово. Поэтому выбираем одно слово местоимения. Других нету никаких слов. Поэтому выбираем длинную форму. Итак, еще чуть-чуть примеров по каждому местоимению. Мне у нас здесь одна форма, без вариантов. Давайте начнем. Ты, Че, Чебе. Любе, Че. Я люблю тебя. Видим, что когда после глагола без предлогов мы выбираем короткую форму местоимения. Кохам Че. Любе, Че. Я люблю тебя. Чебе, Любе. Тебя люблю. Если и местоимение у нас номер один в предложении, с него начинается предложение, то мы выбираем длинную форму. Чебе, Любе. Тебя люблю. Он, видим, здесь имеется три формула. Любе, Го. Я люблю его. Глагол и короткая форма местоимения. Еголюбе. Начинает предложение. Вот это третья форма Еголюбе. Его люблю. Че, Камна, Него. Я жду его. После предлога у нас смотрим вторую строчку, выбираем длинную форму местоимения. То есть он запоминаем. Просто без предлогов, без разных усилищих слов, без а-ни-ани конструкции, без выделения эмоционального. Просто глагол местоимения выбираем Го, короткую форму. Если есть предлог, выбираем Него. Че, Камна, Него. Например, Я жду его. И когда у нас начинается предложение, мы выбираем Еголюбе. Она, ОНА, Любе, Ём. Я люблю Ее. Глагол местоимения, короткая форма. Че, Камна, Нем. Я жду Ее. Предлог у нас есть. Значит, выбираем длинную форму местоимения. Любе, Е. Здесь у нас и Оно, и Оне. Форма совпадает. То есть я люблю их, может быть, каких-то женщин, или я люблю его, ребенка, например, или что-то в среднем роде. Выбираем короткую форму. Просто глагол, просто местоимения. Че, Камна, НЕ. Я жду их, или я жду его в среднем роде. Есть предлог. Выбираем длинную форму. Любе их. Я люблю их. Люблю кого-то их, какую-то компанию, группу человек, несколько людей, где есть мужчина. Любе их. Короткая форма, местоимение, потому что глагол и местоимение. Нет предлога. Че, Камна, НИХ. Появляется предлог на. Значит, выбираем длинную форму местоимения. Че, Камна, НИХ. Презентация будет доступна только для спонсоров, к сожалению, потому что, ну вот, случилось так, что мои видео выкладывают у себя на других каналах люди. Домашнее задание. Разберитесь, пожалуйста, еще раз прочтите все диалоги. Разберитесь, пожалуйста, с местоимениями, когда короткая, когда длинная форма. И не забывайте поставить большой палец вверх, лайк, подписаться на мой канал. И также в качестве благодарности вы можете стать спонсором канала. Это меня очень мотивирует, очень вдохновляет. И также желаю вам приятного научания, приятной науки польского языка.